Голубые розы. Уже на протяжении не одного десятка лет розы служат украшением различных мероприятий и торжеств. На данный момент селекционеры вывели более 15 тысяч различных сортов данного цветочного растения. Культуру можно отличить по форме листвы и лепестков, длине стебля, пышности, соцветий, а также по отсутствию или наличию колючих шипов и окрасу бутонов. Как только человеку на глаза попадается грядка, где цветут голубые розы или букет, составленный из этих чудных цветов, он задается вопросом, существует ли такое растение в природе на самом деле. А если нет, то с помощью чего розы можно придать такой неестественный оттенок и фон? Существуют ли в природе розы с голубыми лепестками? Существование голубой розы – это настоящая тайна, покрытая мраком. На прилавках садовых магазинов можно увидеть саженцы или семена розы, в названии которой присутствует приставка «блю», «блу» или «голубой». Хотя на самом деле соцветия имеют лиловый или сиреневый оттенок. Практически в каждом магазине можно встретить роскошные букеты из цветов, имеющих насыщенно голубой цвет. Реально ли выращивание таких невероятных цветов на приусадебных участках? Обратите внимание, роз голубого или синего оттенка в природе попросту не существует. Этот факт можно объяснить тем, что у культуры нет гена, который отвечает за синюю пигментацию. Голубые розы ученые занялись пересаживанием ген незабудок к сортам роз, которые имели розовый, белый и бордовый оттенок соцветий. На протяжении двух десятков лет селекционеры проводили эксперименты, результатом которых стало выведение в 2009 году сорта «Аплодисменты». Если рассматривать все существующее на то время гибриды роз, то представители данного сорта были наиболее синими. Но стоит заметить, что популярными они так и не стали по той причине, что отличались высокой аллергенностью. Максимальным достижением селекционеров, которое стало доступным для всех, кто желал вырастить растения необычного цвета, стало получение плетистых роз, соцветия которых имели лиловый и сиреневый цвет. При правильной схеме выращивания цветочки могли ненадолго менять свой окрас на ярко-синий оттенок. Если задаться вопросом, откуда же на прилавках цветочных магазинов могли проявиться голубые розы, последует очень простой ответ такой. Необычный оттенок получает методом окрашивания бутонов с помощью пищевых красителей. Также можно прибегнуть к обычному распылению краски из баллончика на лепестки роз. Данную процедуру можно с легкостью проделать в домашних условиях и сэкономить определенную сумму за покупку готового букета. Голубые розы на прилавках цветочных магазинов, что символизирует собой голубая роза. Во времена викторианской эпохи люди использовали цветочные культуры для того, чтобы выразить чувства и эмоции. Немалое значение имело количество цветов в букете, а также размер и разновидность. Но особым смыслом наделены бутоны растения. За счет необычного окраса голубые розы пользуются популярностью даже больше, нежели цветы традиционных сортов. Селекционеры тщетно пытались получить розы с голубыми бутонами, поэтому многие флористы прибегли к окрашиванию цветов с помощью красителей. Что символизирует собой голубая роза? Такой удивительный цветок как голубая роза можно получить, добавив в воду для растения несколько капель специального красителя. Цвет бутонов может варьироваться от цвета голубого до темно-синего оттенка, зависит от количества красителя в жидкости. У каждого цвета имеется уникальное значение. Сиреневый оттенок свидетельствует о первой влюбленности, а также является символом восхищения и очарования. Темно-фиолетовые розы подойдут для прекрасных обладательниц рыжих волос. Синие растения, цветение которых отличается неординарностью и загадочностью, предназначаются для таинственных и недоступных личностей, для подчеркивания их уникальности. Голубые розы также символизируют недостижимый идеал, приблизиться к которому можно только приложив огромное усилие. Ридьярд Киплинг считал, что синяя роза является символом смерти. Все потому, что такой цветок нельзя было дарить живым невестам, ведь в природе его не существовало. На заметку, в некоторых странах синюю розу связывают с голубой кровью, которая течет только по венам представителей королевской семьи и аристократов. Именно по этой причине такая необычная культура является символом королевской роскоши, божественности и великолепия. Считается, что эти качества присущи только тем людям, которые вершат судьбы государств и народов. Как правильно окрашивать розы в голубой цвет? Инструкция. Перед тем, как приступить к окрашиванию розы в голубой цвет, необходимо выбрать качественный пищевой краситель, который не будет оказывать негативное действие на растение. Необходимо взять высокую вазу с водой и добавить 2 часа ложки красителя. Важно! Процедуру следует проводить в холодной и сладкой воде, поэтому в вазу с водой нужно добавить 1 стакан ложку сахара. Глюкоза выступает в качестве катализатора процесса, с помощью которого можно ускорить окрашивание. Вместо пищевого красителя можно использовать обыкновенную синьку или чернила. Обязательно нужно следить за тем, чтобы на дне вазы не образовался осадок. Как только цветковый раствор будет готов, необходимо оценить его оттенок. Вещество должно быть темным, чтобы цвет розы был ярким. Обыкновенная синька На следующем этапе нужно подготовить розу к процедуре окрашивания. Для этого рекомендуется отдавать предпочтение свежесрезанным закрытым бутоном белого оттенка. В цветочном магазине можно приобрести растения, лепестки которых испещены зелеными прожилками. Данный факт указывает на то, что цветочки свежие. Для того, чтобы качественно подготовить срез, необходимо взять острый нож или садовые ножницы и наискосок отрезать кончик стебля. Чем большей будет площадь среза, тем быстрее розы окрасятся в голубой цвет. Опытные флористы делают в стебле щель, тем самым расщепляя его. Можно прибегнуть к крестообразному надрезу, который поспособствует быстрому прониканию красителя в стебель. Непосредственный процесс окрашивания длится на протяжении 2-3 дней. Получить более насыщенный цвет розы можно с помощью темного раствора, добавить немного больше пищевой краски. Специалисты рекомендуют оставлять вазу с цветами на балконе или в холодильнике на весь период окрашивания. Важно! Что касается дальнейшего ухода за цветковой культурой, то категорически запрещено, чтобы температура воздуха понижалась до плюс 3 градусов. Цельсия иначе роза замерзнет еще до того, как приобретет голубой цвет. Рекомендации по быстрому окрашиванию роз в голубой цвет. Если нет желания ждать 2-3 дня, пока культура окрасится в синий цвет, можно прибегнуть к более быстрому окрашиванию. Оно заключается в том, чтобы наносить на лепестки растения краску из баллончика. Приобрести специальную краску можно практически в любом флористическом магазине. Если окрасить цветок обычной краской, это нанесет растению вред и полностью уничтожит его аромат. Результатом такого эксперимента станет растение, у которого будет едкий запах краски. Окрашивание роз в голубой цвет сегодня пользуется популярностью радужной розы, приобретающей свой цвет по мере того, как цветочки растут. Для этого в стебель культуры необходимо вживлять твердый краситель голубого цвета. Данный процесс похож на процедуру прививки растения. Единственное отличие в том, что вместо ростка к стебельку нужно привязывать стержень с краской. В результате получается полноценная роза с лепестками необычного голубого оттенка. Цвет каждого бутона может немного отличаться друг от друга, так как краска впитывается неравномерно. В домашних условиях получение голубых роз более чем возможно. Стебель необходимо расщепить на две равных части, после чего поставить цветы в вазу с раствором синего красителя. Красящие средства рекомендуется менять каждый день. С помощью такого метода можно получить плавный переход оттенка растения от нежно-голубого до темно-синего. 0.0 VOT ARTICLE RATING